Доктор физико-математических наук Я постарался сделать без подробностей, но достаточно понятно И как бы в стиле предыдущих двух докладов я хотел бы начать Ну, доклад называется «На что способен сканирующий зонбой микроскоп?» Начать я хочу с некой маленькой истории, на что он не способен Значит, это было следующим образом Я сам из маленького города, такой городок хостер в Сорчи, ну, район И однажды я приезжаю на каникулы, ну, каникулы уже был взрослый В отпуск, и меня встречают мои знакомые и говорят «Слушай, у тебя есть машинка, которая позволяет искать золото на двух километров вглубь» Я ничего не понимаю Ссылается на моего другого друга И тут я понимаю Тот, который был у меня два месяца назад Я ему показывал туннельный микроскоп И как раз я, значит, исследовал систему Это гастравки золота на граффити И поскольку, вот, там было слово «туннельный» Было золото А дальше он уже достроил, что это золото ищется глубоко под землей Потому что туннель Так что я хочу сказать, что вот искать золото под землей Туннельный микроскоп не может Теперь что он может? Ну, вот здесь некая стрелочка от оптического микроскопа Которого вы все знаете Типичного микроскопа туннельного Который работает с высоковакуумом Вакууме это основное его предназначение Потому что только тогда можно что-то видеть на уровне отдельных атомов И следить за их перемещением Ну, это то, что я хотел рассказать Видите, у меня более-менее доклад построен по научному типу содержания Немножко произведения Топография на атомном уровне спектроскопии Дальше вот то, что, наверное, вам, так сказать Больше всего интересны атомные манипуляции Маленькие вот электронно-симулированные реакции И потом немножко по технику Вообще, как выглядят эти приборчики Ну, для начала Вот здесь ряд разных микроскопов И первый из них это оптический микроскоп Который вы все должны знать Есть, значит, какой-то объект Он освещается, подсвещается И потом фокусируется Ну, скажем так Уже в районе глаза Через систему лиц Переверно также устроен Только используется не свет А поток электронов Просвечивающий электронный микроскоп Смеченный электрон в микроскопе То же самое Фокусируется пучок электронов И дальше он просвечивает образец Образец должен быть тонким Порядка 100 Ну, не больше 1000 нанометров И ориентируется глиометром Так, чтобы пучок электронов Шел вдоль атомных рядов И тогда у вас просто Фокусируется проекция этих атомных рядов И вы видите, ну, с расстоянием Порядка атомов Вы видите, как правило, не отдельно Другой прибор тоже Электронный микроскоп Это растровоэлектронный микроскоп Это, например, то же самое Как у вас, так сказать, работает телевизм Электронная трубка Вот, так сказать, xy И, так сказать, у вас сканирует Хорошо сфокусированный пучок электронов По образцу Выбивает вторичные электроны И, так сказать, сам рельеф Он изображается Вторичные электроны Выход, вероятность выхода Зависит от рельефа И поэтому На мониторе Как правило, это монитор Вы видите картину В которой, в общем, зачастую Глаза не достраивается До нормального Объемного изображения И совершенно Другой класс микроскопов Это сканирующие Зондовые микроскопы Сканирующие проб микроскопы Это фактически приборы Которые очень похожи Вот, как слепые ориентируются в пространстве Палочкой Это микроскопы На основе вот такой палочки Которую, значит, нужно сканировать И дальше понимать, что там творится В зависимости от физики процесса Это вот два прибора Сканирующий туннельный микроскоп И атомно-силовой микроскоп Атомно-силовой микроскоп Атомно-силовой микроскоп Атомно-силовой микроскоп Ну, сном Это ближнепольный оптический микроскоп Я про него не буду говорить Он довольно сложная интерпретация И не так, как бы, удивителен По результатам Как у этих два Значит, начнем мы с двух людей Это Генрих Рорер и Герр Бининг Оба, ну, вернее Рорер – он швейцарец Бининг – немец И они Это был 79-й год Январь Рорер – пригласил Герринга Оксидо-лаборатории И поставили задачу Сделать вот такой Сканирующий туннельный микроскоп Было известно Что такое, так сказать, туннелирование Это квантовый эффект Если у вас есть две поверхности И вы их вот так приближаете То, когда расстояние между поверхностями Становится сравнимо с нежатоном Электроны начинают перескакивать Из одной пластины в другую Если вы замените одну пластину На атомную острую иглу То у вас электроны будут перепрыгивать А если вы к тому же приложите Какое-то напряжение То у вас просто потечет ток Ощутимый, нормальный ток Наноамперы, пикоамперы То, что можно мерить и чем можно управлять Вот это базовые идеи И, как бы, я фактически по возрасту Я застал это, так сказать, это время Когда это все было сделано И даже помню этот эпизод Когда я летел в самолете в 82-м году На конференцию в Ереван Мне попалась заметка Ну, раздают газеты И такая была еженедельная газета За рубежом Никто из вас, я думаю, просто про нее знает И там печатались разные вот события За рубежом Интернета не было Вот И там была маленькая заметка Вот, что двое швейцарцев изобрели прибор Который, в общем, может видеть каждый атом на поверхности А я тогда уже занимался года два В физикой поверхности И как раз мы сталкивались с проблемой Что вообще-то непонятно, что там творится Что поверхность действительно Это, так сказать, создание дьявола И там все очень сложно В отличие от объема И поэтому Такой прибор был бы очень даже хорош Но мы тогда даже мечтать не могли Что мы можем, скажем, делать такие приборы Вот Ну, это вот Здесь как раз Оригинальная картинка Вот этой структуры Реконструкции Семь на семь О которой вот Говорилось в первом докладе Это та Картинка с того же Учебника Саранина Как она выглядит Что видит микроскопа Он видит вот эти вот Шесть атомов Одна атома, которые наверху сидят Шесть других атомов, которые сдвинуты немножко И вот эти, так сказать, угловые отверстия Ну и вся реконструкция Она, так сказать, затрагивает Три, по крайней мере Три верхних условия Вот Теперь Какая физика стоит за этим прибором Вот то, что я сказал на пальцах Вот у вас Первое Значит, обычно оперирует с таким понятием, как Ну, энергия Курин ферми Это, так сказать Эта энергия Которая Разделяет Занятые состояния электронами И свободные И Обычно Ну, обычно Ну, обычно Она соответствует химпотенциалу И когда вы Скажем Две поверхности Приближаете То вы Прочнее Курин ферми Он, так сказать Совпадает В одном А в другом материале Если вы подаете Небольшое напряжение Вы раздвигаете Курин ферми И что получается Значит В одном металле Электрон Это свободная волна Пробегает В другом металле Тоже свободная волна А здесь Он спадает По экспоненте Вот так Устроена волновая функция То есть Вероятность найти Электрон здесь Спадает По экспоненте От поверхности Чем дальше Вы от нее Отодвигаетесь И если Игла у вас Вот это будем считать Иглой Так же Встроенных металл Он стоит Достаточно Близко Характерный Размер Это Полнанометра Значит Я не знаю Насколько Вориентируйтесь В единицах Нанометр Это Одна Миллиардная Метра Микрон Одна Миллионная Метра И Пикометр Это Одна Триллионная Метра Метра Здесь Порядка Полнанометра Вот И Значит Таким образом Что Какая идея была обо этих ребят Они знали об этом эффекте И До этого Был развит Ион На микроскопе Когда смотрели Что-то происходит на острие Сильных Электрических полях Они Решили Вот такую Иголочку Очень острую Приблизить И Получить Получить Ток И Дальше Научиться Управлять Этим Током Обычно Ну Теперь Что нужно сделать Вам нужно найти Какой-то способ Как двигать иглу Вдоль поверхности Грамотно Интеллигент И Дальше Если вы это умеете То вы позиционируете Кончик иглы Пространства Икс Игрит В этой плоскости Вот А дальше У вас есть Электрическая Обратная связь Которая Старается Поддерживать Ток Выпадали на движение Между иглой И поверхностью И дальше Вы Задаете Ток И стараетесь Его поддерживать Ток Который вы задали И в этом Случае Когда вы сканируете Игла Идет На поверхности В электронном облаке По эгипотенциалу То есть Она чувствует Где Электронная плотность Постоянно И она идет И как правило Электронная плотность Над Атомом Больше Чем Между Атомом И отсюда Возникает Вот Такой Атомный Рельеф То есть Вы не видите Атом Вы видите Распределение Электронной плотности И здесь И здесь Очень важно Чтобы Игла Была Атомно-остой Чтобы Действительно Она позволяла Видеть С такой Точностью Сравнимы С размером Атома Решетки Это Примерно Нанометр С таким Шагом Идет Игла Вдоль поверхности Для этого Используется Такие Трубки Полая Трубка Из Пьезоэлектрика Пьезоэлектрик Это Материал Который Меняет Свои Размеры При приложении Напряжения И наоборот Если Вы Сжимаете Он может Прорабатывать Практическое Поле И Значит Характерные Размеры 20мм Диаметром Диаметром 6мм И Долщина Стенки Полмиллиметра Вы Наносите Электроды Металлические Четыре штуки Вокруг И один Внутренний И теперь Смотрите Вот здесь схема Если Вы Прикладываете Относительно Внутреннего Электрода Положительное Напряжение На все Оставшиеся Четыре Вытягивается Если Отрицательное Сжимается Если Вы делаете Если На кончик Вы закрепили Этот кончик А сюда Поставили Ну То Вы можете Очень Точно Управлять Ее положением Задавая Пространство Параллельно Плоскости Икс 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 На Икс 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 В Теперь один из вопросов, который возникает, ну а хорошо, а как вот этот кончик приблизить вот на эти полнанометра, да еще его не задеть и не угробить? Вот для этого, ну вот здесь типичное, ну один из элементов такого микроскопа. Вот смотрите, как он устроен. Вот это кусочек, вот такой труб, она просто закопана в платформе, которая висит на пружина. И вот сюда поставлена иголочка, видите, да, иголка? Вот она стоит как раз на торце этой трубки. Дальше есть еще две трубки, на которой стоит платформа и образец крепится на платформе. И вот такими манипуляторами вакуумными образец ставится сюда, в этот пружинный захват, иголочкой сюда и расстояние 2-3 мм. Но чтобы, не дай бог, не задеть и не, так сказать, испортить иглу. А дальше что делается? Значит, возможность вот такого позиционирования иглы, это примерно 5 на 5 на 5 нанометров, микрометров, микронов. То есть вы можете вот в таком объемном кубике, 5 на 5 на 5 микронов, иглу поставить в любое положение внутри этого кубика. Хорошо. А дальше используется следующая схема. Значит, вот эти две трубки, они используются как пьезодвигатель. Вы представьте ситуацию. У вас платформа на двух трубках. Вы медленно вот так наклоняете, потом быстро выдергиваете. Медленно клоняете, быстро выдергиваете. И платформа начинает двигаться в одну сторону. Если по-другому, то другой, может покачиваться. Вот ровно такая штука здесь и реализована на этих двух трубках. Здесь специальные пары трения. И эта платформа может ехать так, так и поворачивать еще вдоль этой плоскости. Поэтому алгоритм такой. Сначала, пока у вас есть, вы видите, визуальный зазор, платформа едет, ну, это прямо до 50 микрон. Дальше, так сказать, действительно опасно. После этого вы останавливаетесь и в автоматическом режиме происходит следующее. Платформа делает один шажок. Это 50-100 нанометров с хорошей точностью. А игла имеет 5 микрон, это, так сказать, в 50 раз больше, 200 раз больше. Она щупает. Едет. Есть ток, нет ток. Ушла. Платформа делает еще скачок. Игла снова щупает. Пока не появится ток. Все. Значит, игла в туннельном контакте. После этого все эти трубочки релаксируют и прибор готов для исследования. Понятно, да? Теперь вопрос, а как сделать иглу? Ну, эта техника отработана. Ну, вот здесь схема. Фактически, речь идет о том, чтобы электрохимически перетравливать проволочку из вольфрама. Вольфрам – это, так сказать, довольно твердый материал, очень удобный. Как правило, вольфрам с ренем, с другими добавками используется. Ну, в данном случае здесь как бы капелька, в которой перетравливается. Скажем, вот в наших приборчиках, вот просто кольцо, большое кольцо. Это, ну, представьте, что Аля ваш налет для сюда, и здесь большое кольцо. Все равно идет перетравление в поверхностной зоне. И в какой-то момент нижняя часть отваливается, наверху у вас остается иголочкой. И эта иголочка выглядит вот так. Вот видите, вот характерный размер на 100 мм, парабия с маленькой. Но она покрыта окислом, а окислом не проводят. А если не проводят, то никакого туннельного эффекта. Этот окисл надо убрать. Для этого разные способы используются. Но, скажем, то, что мы используем, это йонное травление, ну, бомбардировка йонных. Представьте, вы их частичками бросаете, и они отбивают кусочки материала. Вот начальная стадия, вот после некой дозы йонного пучка, вы видите, убрался весь окисл и остался керлин. Обычно эта толщина не очень предсказуема, поэтому лучше протравить побольше, бомбардировать. И дальше происходит самосогласованный процесс, ну, как заточка карандаша. Видите, образуется такой фрон заточки, и он дальше идет. Если вы перебрали, то он просто идет дальше, и игла становится ростом. Ну, и как обычно выглядят эти приборы. Вот тут показывали некий типичный прибор, ну, да, действительно, это набор разных вакуумных камер, одной из которых является камера туннельного микроскопа, система передач, то, что это сверхвысокий вакуум, это 10-10, это 10-12 Тора. Вот, и здесь как раз характерный пример, это ростовая установка, в которой выращиваются слои германии и кремии, и на разных стадиях процесса вы можете этим манипулятором зайти сюда, забрать, поставить микроскоп и вырабатывать. И дальше продолжить процесс. Вот здесь типичное изображение, когда формируются вот такие островки, такие, 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 и можно даже посмотреть практически с атомным разрешением, вот плоскость этого островка. Вот, а теперь я, так сказать, несколько примеров из нашей жизни, как можно использовать. Мы в своих лабораториях занимаемся исследованием поверхностных химических реакций. Ну, чтобы вы понимали, химия это просто дико сложная физика, и не более чем. Вот, поэтому занимаемся элементарной химией, простыми химическими реакциями, типа, мель плюс хлор равно углом хлор. Оказывается, это очень непросто на физическом уровне. Ну, представляете, подлетает молекула галогена, она должна дальше диссоциировать кожу, барьер, не барьер. Дальше атомы начинают отдельно взаимодействовать с подложкой друг с другом. Образуют различные двумяные образования, кристаллы, реконструкции и так далее. И в конечном счете, уже на последнем атаке, может образоваться новый кристалл, который называется галогеник. Это новый кристалл. Он, так сказать, должен вырасти наверху этого поверхности. Ну, вот здесь очень забавный пример. Это как растет едиц серебра на поверхности серебра 1,0. Ну, чтобы вы понимали, это индексы Миллера. Это фактически означает, это кубические кристаллы, это плоскость куба. Значит, исходно вы видите, да, вот здесь виден каждый атом. Ну, видно, что квадратная решетка. Межатомное расстояние здесь 2,9 анастрайма. Ну, анастрайма-то в 10 раз меньше, чем нанометр, то есть 0,29 нанометра. Ну, что знаю, как вам удобнее. Мне привычный анастрайм. 2,9 анастрайма. Дальше происходит взаимодействие с йодом. И возникает, ну, там много стадий, но в конечном счете возникает вот такая, очень красивая решетка. Здесь виден каждый атом. Видите, ну, как вот, некая, так сказать, поля грядок. Теперь, как устроено это дело? Это не надо просто разгадать. Для этого требуется вычисление, очень серьезное. Вот почему говорят, что поверхность делал дьявол. Сейчас я вам поясню. То есть, если в обычном объемном кристалле есть такое понятие, как трансляционная симметрия трехмерная во всех трех направлениях. То есть, если вы знаете, как устроена одна элементарная решетка, ячейка кристалла, вы знаете все о кристалле. Когда у вас появляется поверхность, это протяженный дефект. То есть, здесь вот эта трансляционная симметрия в одном из направлений разрывается. Ячейка становится, если формально, бесконечно большой. То есть, это от одной границы до другой границы. То есть, там участвует очень много атом. А квантомеханик, вот просто считая, считать напрямик в лоб, в равнении шейнгомера, максимум 10 частиц может посчитать и очень приближенно. Здесь другой есть подход, это теория функционала плотности, которая позволяет считать до 300-400 даже частиц. Вот здесь как раз она и используется. Ну и смотрите, как вот устроена вот эта вот структура. Вот здесь светленьким это нарисованы атомы серебра, известно про ее решетку. Все. Дальше следующий сиреневый слой, это монослой йода, который ацербировался и, так сказать, завязал, условно-биохимическую связь. Там произошел обмен электронами. И здесь мы поместили, так сказать, это вот решетка кристалла, аргентум йод. И вот там есть несколько модификаций, но одна из модификаций кристаллической это бюроцикл. Ну как она устроена? Это пи-слои, йод-серебро, йод-серебро. И дальше мы, так сказать, системе позволили считать, ну это все делается на суперкомпьютерах. И она выдала ответ вот такой, что это, так сказать, аргентум бьет, он становится другим, что два слоя серебра засовываются между двумя слоями йода. В чем мы пытались перевернуть, все равно ответ был такой, и мы даже получили подтверждение, ну по дефракции, что это может быть именно так. То есть вы видите, на поверхности все становится совсем по-другому, а расчетные стремы изображения, они полностью совпадают с экспериментарными. Можно рассчитать всю эту систему, потому что мы знаем, как структура, как электронная плотность устроена, и дальше можем посмотреть распределение электронной плотности по поверхности, что, собственно, имеет и стрем. Он мерит распределение электронной плотности по поверхности у нас. Другой пример. Это вот хлор на поверхности серебра, один-один-один. Это вот кубик, представьте, объемная диагональ кубика, это поверхность перпендикулярная этой объемной диагонали, она уже становится гексагональной. И на первом этапе хлор занимает ямки между атомами серебра, причем, поскольку межатом на расстоянии 2,9 в серебре, а хлор толстенький 3,6, он не может занять каждую ямку. Он занимает следующее, а следующее находится в старинной, по сравнению с постоянной решеткой корень из трех, а развернут туда 30 градусов. Вот, вот эта вот дифракционная картина, то есть это фактически поверхностные волны вот этого кристалла. Вот, а что произойдет дальше? Ячейка рыхлая. А если мы будем добавлять хлора? Позавлась бы, ему можно сжаться, потому что, так сказать, корень из трех 5 астрем, а мы посадили туда атом с размером 3,6 астрем. Ну и действительно, получается следующее. Это все можно видеть. Все это делается при гелевых температурах, когда все это стоит, потому что при комнате все это бежит. Это как вот такой фактически бульон, где все бегает по поверхности. И только при очень низких температурах, ну, начиная с градусов с 50 гелевых, происходит вот такое замораживание. Оказывается, лишний атом начинает внедряться уже в готовую решетку, выталкивая часть атома, видите, да, из своего места, это лишний атом. А до этого момента, в этом месте, был вот этот атом. И он раздвигает примерно на 3-4 атомных единиц и образует вот такой краудилон, ну, как пропиллер. Причем, вы видите, в зависимости от того, куда он сядет, пропиллер может крутиться направо и налево. То есть, вот возникает хиральность. Если идем дальше, то возникает вот та самая реконструкция, о которой говорилось в первом докладе. То есть, атомы металла и ацарбата начинают перемешиваться, образуя новые структуры. Их можно видеть. Вот. А дальше, если пройти, то возникает кристаллизация маленьких кластеров. Вот они вот так, как костинки. В чем вы можете заметить, что в основании вроде как 6 атомов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И сверху точка. Но оказывается, это не совсем так. И когда мы попробовали, ну, мы пытались считать двумерную систему из двух слоев. Другой условий не получается. Тогда мы вспомнили, что объемный кристалл аргентом хлора, он вот так вот, ну, как натрий хлор. Если посмотреть по диагонали, то как бы и представляет собой сначала атом хлора, потом три атома серебра, потом шесть атомов хлора. У нас уже была платформа с шести атомов хлора. Мы добавились три серебра и хлор. Вот такую просмотрели модель, посчитали, оказалось, что вот это вот экспериментально мы видим, а так мы в расчете видим. То есть серебра здесь не видно вообще. Вот так электроны превышаются. Это я сказал немножко о том, как можно видеть каждая атома. Дальше, вот смотрите, поскольку мы можем напряжение подавать плюс на образец, как плюс, так и минус, да? Но это означает, что мы можем двигать вот уровень фермерии иглы и вверх, и вниз. Если мы будем смотреть зависимость, как меняется ток от напряжения, да? Мы будем понимать, как устроена электронная плотность в образце, как нижнего уровня фермерии, так и выше уровня. Я здесь не знаю, здесь физиков, наверное, не очень много. Но фактически, что нам нужно? Надо посмотреть, как по энергии распределены электроны. И обычно довольно сложно увидеть, как они распределены там, где их нет. Ну, свободные состояния. Они есть, у них есть готовые места, есть их плотность, но их там нет. Как это увидеть? Но, так кажется, этот прибор позволяет это делать. Вот. И здесь нужно фактически смотреть производную тока по напряжению. Она будет пропорциональна, вот, плотность электрона. Вот. Ну, это вот как раз, что можно. Вот пока мы, так сказать, можем получить изображение пространственного распределения. А потом, вот, давайте посмотрим, а как можно посмотреть на эти спектры. Вот, вы, может быть, знаете, что в полупроводнике есть такие материалы. Вот, там есть запрещенные щели, но изоляторы, они обычно, так сказать, все электроны сидят в валютной зоне, и только при нагревании они перескакивают в зону проводимости, и тогда уже развлекает ток. У металлов все не так. У них всегда есть проводимость, нету этой запрещенной щели, но это не совсем так. Оказывается, и у металлов есть запрещенные места, это чисто поверхностная вещь. Там, где не могут находиться объемные электроны, но могут находиться электроны поверхностные. Вот, в первом докладе как раз говорилось о Шокле, о Игоре Генштаме, кстати, из того же института, что и я, это физический институт. Вот, и оказывается, в таких металлах, как медь, серебро и золото, у них есть такие поверхностные электроны, которые располагаются в запрещенных местах, куда не могут ходить объемные электроны, и они ведут себя как свободные электроны. Ну, вы знаете, да, вот, кинетическая энергия МВ квадрат пополам, да, Сашкова, помните, кинетическая энергия, то есть есть масса, есть скорость, и, а эта формула, это формула параболы МВ квадрата, АХ квадрата. Здесь то же самое, то есть всегда можно приписать массу, эффективную массу, если вы видите такую прямую зависимость энергии волновой вектора или массы. Вот, и отсюда можно с этим играться, я не знаю, видите ли вы когда-нибудь такие картинки, это вот так называемый квантовый забор, это тоже из ЭБМ, это пример с компанией, но суть такая, вот, представляете, у вас на поверхности есть вот свободные электроны, которые бегают, объемным туда запрещено ходить. И теперь вы что делаете, вы выставляете забор из атомов, тогда вот эти электроны, они оказываются запятыми, электроны это волна, она начинает отражаться, интерферировать, и у вас получаются стоячие волны. Ну, примерно то же самое, как вот если по чашке чая вы ступнете, у вас на какой-то момент картина волн станет, потом рассосится. Вот здесь то же самое, вот фактически вы видите такой квантовый забор, а это вот электронные волны, интерференция, то есть вы видите в чистом виде квантовую механику. Это стоячие электронные волны, без драку. Вот, и, например, то же самое может быть, если у вас один атом, и от него рассеивается, вокруг него образуются вот такие стоячие кольца, электронные волны. Ну, и это можно, значит, использовать, насколько это считается, в зависимости от энергии. Ну, энергия напрямик здесь связана с волновым вектором. Чем больше волновый вектор, тем больше осцилляции будет. Поэтому вот это маленькие осцилляции, одна волна, тут уже вот четыре. В зависимости от того, с какой энергией вы смотрите вот эти вот волны. Вот. Ну, еще немножко про, так сказать, спектроскопию. Это уже фактически спектроскопия начинается. Вот. Ну, вы берете кристалл золота. В результате взаимодействия с флором могут возникать вот такие упорядоченные решетки. Это так называемая самоорганизация. Но очень забавно, да, что вот здесь-то у вас электрон бегает свободно. Свободно. А что будет с ним, если вы загоните вот в эту дырочку? Ну, это называется квантовая яма. Вот смотрите, что будет. Оказывается, он начинает анквантоваться. Вот первое. Первый уровень, когда электрон сидит на одном уровне, более-менее в центре. Должно уложиться вот в этой ямке кратное число волны. Одна, две, три, четыре. Ну, так как в атоме, как они обитали свои. Вот сейчас вы видите второй уровень. Начинает уже две волны укладываться. Поскольку они симметричны, то он при других энергиях здесь тоже самое показывает. В какой-то момент возникает, вы видите, третий уровень. Вы поднимаетесь по энергии и смотрите, что творится с электроном. Вот так. Вот. Теперь это я говорил о том, что электроны могут тоннелировать и в этом зазоре между иглой и поверхностью они не теряют энергии. Они тоннелируют упруго без потери энергии. А что будет, если мы тогда посадим молекулу? Ну, молекулу, сегодня говорилось, это штука, которая состоит из нескольких атомов, которые колеблются. У них есть свои резонансные колебания. И вот если у вас молекула есть, и энергии электрона хватает, чтобы возбудить эти колебания, молекула может начать колебаться. И вы это почувствуете вот в этом процессе тоннелирования. Вы увидите, как открылся новый канальчик, и у вас должен возникнуть скачок в тонке. И вот, когда появился тоннельный микроскоп, в общем, все понимали, что такая штука должна быть, и это совершенно классная вещь, чтобы смотреть за отдельные молекулы. Пробовали делать, ничего не получилось. Теоретики прибежали, объяснили, почему не получилось. Типа, где не хватает десяти раз. Вот. Ну, а исходно, сама тоннельная спектроскопия, такая колебательная, она возникла еще, вон, в 66-й год. Это журнал, который считается лучшей физикой, Physical Review Matters, Джаклевич и Лэнс. Они смотрели, это старые времена, 66-й год, вакуум плохой, поэтому, когда делали контакты металл-диэлектрик-метрал, то там оставались составочные молекулы, которые заболевывались, и когда они смотрели вот эту проводимость, они видели пики. И они их идентифицируют, как вот эти колебательные моды, колебательные состояния, колебательный спектр, молекул, которые там остались. И вот я говорю, именно поэтому хотелось, чтобы вот когда одна игла, и мы видели одну молекулу. Ну, на первую, то есть, если, наверное, микроскоп был введен в эксплуатацию, ну, там, 82-й, 85-й год, реально уже пошел по лаборатории, то до 98-го года ничего не получалось. И вот нашелся такой парень, очень симпатичный, я с ним знаком, Билсон Хоу, он университет в Калифорнии, он не поверил, что это нельзя. Он сделал микроскоп суперстабильным, чтобы долго можно стоять было над одним местом. Ну, чтобы смотреть, в течение часа он мог по вертикали поддерживать одну тысячу нанометра, а вот в плоскости одну сотую нанометра. И он взял объект, это тоже известная молекула ацетилена, С2H2, положил на поверхность меди квадратной решеткой и дальше стал измерять проводимость. И он увидел, что действительно возникает новый канал, вот здесь первый производный, здесь уже во второй производный, и он сопоставил с колебаниями молекул, ну, с колебаниями НХ на этой молекул. И чтобы подтвердить, он взял дейтероаналог, ну, понимаете, С2D2, частота колебания зависит от массы атомов, D, это дейтериум, существенно более тяжелый, чем водород, и частота сдвинулась, соответственно, как положено, место 358, стало 266. И вот он нашел два объекта, но это все-таки немножко и главные трюки уже здесь, два объекта, которые непонятны, это С2H2 или С2D2. И посмотрел сначала на одной частоте, увидел, что это ацетилен, а потом на другой, что второй дейтероаналог. Потом посмотрел где-то посередине и ничего не увидел. То есть фактически открылась новая возможность смотреть, наблюдать за отдельной молекулой на поверхности. В чем, смотрите, какая штука. Если вы ее возбуждаете, вы видите в проводимости особенности, вы понимаете, что здесь вот скепление поглощения. Но в то же время самой молекулой происходит, она возбуждается и в ней начинается разная химия. Может быть. Она может побежать по поверхности, может начать крутиться, может развалиться. То есть вы понимаете, вы получаете возможность сделать химию одной молекулой. Вот здесь как раз возможности при возбуждении у нее разные моды скеплитинерги начинают передаваться. Ну и вот в качестве примера как раз я хочу сказать как делаются вот эти фильмы. Как вот IBM выкладывала и другие штучки, как мультфильмы. Это тяжелая работа. Но суть ее в том, что вы должны найти атом или молекулу, дальше подать туда ток так, чтобы было довольно много электронов, чтобы ее воспутить и напряжение, чтобы было больше частоты возбуждения. и она может перепрыгнуть. Для нее потенциальная яма здесь, но и потенциальная яма на кончике. Она раз и перепрыгнет. Дальше вы взяли ее, несете в нужное место и делаете обратную штуку и сбрасываете. Вот таким образом делаются все эти надписи. Именно потому, что существует неупругая туннелирование с возбуждением молекулы и переход из одной потенциальной ямки тропы. Ну вот здесь как раз вот вот здесь как раз приведены вот как строили вот такой квартровый закон. Сначала бросали атомы железа и потом их начали отместонавлять и сделали вот такую красивую картину. Это из молекул СВО сделали человечка на платине да. Это вот Эйглер и Лус это Вебиен сделали такую штучку из атомов железа намеря 111 некие иероглифы. Вот это Ридер из Германии поздравления с Миллениуму. То есть в общем это вот такие игрушки. А это вот то что я хочу сказать что можно делать отдельные химические реакции. Вот смотрите вот исходные на картинке А у вас набросано это молекула СО она так выглядит а это атом железа. Вот вы подходите к иглой иглой к атому молекулы СО делаете соответствующий импульс с нужной энергией и плотность оттока она перескакивает сюда вы несете ее сюда и кладете на железо вот второй кадр вот вы взяли вот эту штуку и положили сюда и можете так упражняться дальше даже делая вот такой фернаж есть гораздо более интересные примеры просто очень простой понятно то есть открывается возможность с помощью такого приборчика фактически палочки и веревочки делать реакции видеть и наблюдать что происходит ну а это вот хотите смотреть я тоже этот фильм просто вы теперь понимаете во-первых здесь что называется не вас не удивляет что здесь атомы такие странные какие-то некрубные никто не спросил почему атомы некрубные отвечает потому что это не атомы потому что это молекулы СО вот видите они все такие а гладутся они на вот ту самую поверхность вы смотрите один один видите вокруг каждого дефекта каждого атом возникает стоячие волны когда их много возникает такая решетка стоячих волнов вы теперь понимаете откуда это идет это электронно рассеивается видите вот как бы не просто так возникает атом это вот эти стоячие электронные волны которые образуются именно на этих местах они 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 То есть эти два случаев хороши, а эти не очень. Ну, неважно. То есть принципиально можно все это делать. Но теперь я хочу сказать, что все это можно делать только в вакууме. Почему? Потому что обычная поверхность на воздухе, она закрыта толстым динамическим слоем молекул. Они прилетают, улетают. И толщина этого слоя, это какие-то, вода, кислород, азот, ну и другие прелеси. И толщина этой шрубы примерно 3-4 нанометра, что очень много. Если пробовать реализовать такой режим, то есть вот так, это так называемый треппинг-пад, она была известна. Но для обычных устройств, на лаборатории, она не для никакого привычка. Потому что нужно, ну, за счет трения проблем, которые связаны с адсорбцией вот этого, из этого слоя, молекул на острие и глупо. Только в сверхвысоком вакууме. Вообще, все, что я вам рассказываю, это работает в сверхвысоком вакууме и в очень низких температурах. Как правило, и влево. Порядка там 4-5 температура. А теперь я расскажу немножко о том, как использовать, тоже немножко осталось, как использовать технологии СТН. Но у нас же все-таки есть палочка, которую можно, ну, хорошо, мы акнею повозили, но это, в общем, пока игрушки, ничего интересного не получается. Но, с другой стороны, есть применение, когда используют электронные стимулированные процессы в зоне воздействия угла, химический процесс. И вот здесь я как раз хочу показать работы Центра исследования по квантовым исчелениям и целым технологиям в Средней Австралии. Это дама, директор Центра, молодая женщина, она 45 лет, мальтрек, детей, баскетболиста, в общем, крутая тетка. И она фактически держит всю эту команду, это большая команда, это виртуальный такой центр федерального уровня, на базе шести университетов в Средней Австралии. Ну, идея какая? Вот, если вы знакомы немножко с микроэлектроникой, закон Мура, вот он движется, и мы должны получать все больше и больше интеграции, то есть меньше и меньше размер. Кстати, кто-то, вы знаете, какой сейчас характерный размер технологических компьютеров? 19 нанометров. Я уже слышал 14. Уже 14? Да, 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 вот. А 14, это уже, так сказать, туннелирование очень существенное. Они обходят, по-моему, там, делают двухмерные структуры, но принципиально это очень непросто. Но одна еще есть проблема, что, ну, вот типичный, так сказать, транзистор полевой, да, когда у вас есть сток и сток и, значит, управляющий электрон. Когда он большой, то вот разброс примесей по концентрации не важен, но когда он маленький, у вас получается на большой пластине с разными качествами прибора. Поэтому нужно сделать идеально, чтобы все примеси лежали в одногодонном слое, подконтачиться к ним, и тогда все будет хорошо. Вот это одна из задач, хотя там все гораздо интереснее. Вот как это можно было бы сделать с помощью туннельного микроскопа? Она сказала, вот вы берете пластиночку кремния, да, ну, первая стадия, это, так сказать, на воздухе, это литография. Вы делаете, ну, напаляете резист, делаете маску, через маску засвечиваете, травите, и у вас, конечно, в счете получается набор ямок. Ну, ну, ямок травления, порядка полном микрона, и вы делаете схему, систему кардинал на этой пластины. Дальше вы кладете в ваку, готовите, специально подготовка, так, чтобы очистить от опыслов, всегда окислено. И после этого адсорбируете водород. Он сел, он сел как раз на оборванные связи кремния. После этого, это известный факт с 90-х годов, вы подводите игною туннельного микроскопа, и там, где вы прошлись, водород улетает. То есть вы делаете некую топологию из чистого кремния. Все остальное место заполнено водородом, и закрыты вот эти оборванные связи, которые, ну, валютные связи. После этого вы адсорбируете пластион, он садится в эти места, вы нагреваете, и фосфор остается, замещая кремния. То есть вы очень точно положили легивую щупимись, фосфор, туда, куда хотели. Затем вы заращиваете кремнию, после этого вынимаете на воздух, делаете окис. И потом, поскольку у вас первичная маска известна, по ней можно сделать вторичную маску, вы делаете еще следующую маску, наносите металл, и, значит, к этой схеме вжигаете, он диффундирует, и подконтачивается. Теперь, а сделали вы схему там вот такую. Значит, посмотрите, теперь тут чистая физика поверхности. Вот, когда вы адсорбируете, вот, смотрите, если вы хотите сделать одно место, с одним атомом фосфора, вы его делаете, скажем, здесь. А если вы хотите сделать площадку, вы ее очищаете от водорода, и когда фосфор из фосфена осаждается, он образует очень плотную решетку. Два на два. То есть он всего там в четыре раза менее плотную, чем исходная, значит, исходная плотность кремния. Ну, это вы можете не знать, но при такой плотности ликирования, эта поверхность становится металлической. То есть у вас есть, смотрите, уже внизу, вот, в этом слое, вот, металлические проводники, здесь активная какая-то схема, и когда вы вот так делаете, вот, отконтачиваете сверху, насквозь через этот слой к этим проводникам. Все, у вас готовый прибор внутри. Вы его вынимаете и исследуете. Ну, что я сделала команда Мишель Симмонс. Этого парня вы узнаете? Ричард Хеймон. Ричард Хеймон. Да, она получила соответствующую там премию Хеймон. Ну, и последнее, это 2012 года, может быть, вы кто-то слышал, это транзистор на одном атоме, когда активным элементом был один атом фосфора. То есть вот с помощью сканирующего туннельного микроскопа можно делать элемент, активный элемент, транзистор на одном атоме кремнии. Я сначала думал, что это, как бы, основная цель их, но потом я разобрался. Вот тоже, наверное, мне слово «квантовый компьютер» где-то уже слышали. У нас была лекция для просветителя. Да, значит, рассказываю. Там, ну, идея какая? Вы должны иметь соответствующую двухуровневую систему, да, один спин, и дальше, так сказать, у вас работают не только единицы и ноль, но и вся сфера плохо, то есть вся, так сказать, линейная комбинация. Так вот, такую штуку можно реализовать на одном атоме фосфора. У него есть ядерный спин, электронный спин, поскольку не удобно, в магнитном поле. Взяв кремнии, у кремнии есть несколько изотопов, и один из изотопов бесспиновый, 28-й. То есть вы получаете изотоповую матрицу, где спин, который каким-то образом сделали фосфор, вагу и фосфор, может жить очень долго, это минуты и часы, и дальше уже строить вот эту схемотеку. Вот мы сейчас таким вещами пробуем заняться. Вот, ну, пока видели вот эти ребята. Вот, ну, а теперь немножко, как выглядят вообще такие приборчики. Мы делаем сами. Жизнь нас заставила делать. Мы одна из четырех компаний в мире, которые имеют дело, какой-то у нас прибора, работающий в сверхвысоком вакууме и гелий в температурах. Три остальных находятся в Германии. Это Омикрон, Спекс и Креатек. Ну и пары гелия, которые выходят, он холодный. Да, мы поставили здесь три обменники. Это такие плоские пластины, где много каналов. Он охлаждает их. И к ним вот эти традиционные экраны, одному и по второму, которые тоже охлаждаются. И у нас получается, что защита делает сам гелий. Причем температура внутреннего экрана порядка 25, в зависимости от того, сколько там гелия, до 50 градусов. Если сравнивать с температурой жидкого азота 77, то существенно больше. Ну, такой прибор мы умеем делать. Поставляем даже на далекий год, стоим по Франции. А это вот я хотел сказать, что мы еще работаем вот с таким конструктором. Вот если вы сказку про левшу знаете, вот это вот, советский левша. Вот смотрите, это сканер туннельного микроскопа, а это монетка в один рубль. Представляете, да? Это, по-моему, в 15-м больше. Вот здесь полностью сканер, вот здесь образец, сюда можно ставить. И вот такую штуку мы строили внутрь электронного микроскопа. Потому что электронный микроскоп, он быстрый. Он дает сразу изображение в реальном времени. А внутренний микроскоп, это механическое устройство, он медленно. Но зато не с вами нет разрешения. И мы туда поставили комбинированный микроскоп. Ну, фактически, вместо образца, вот здесь обычно стоит образец, мы поставили здесь с головкой стрел, а здесь с головкой атомно-силовый микроскоп, а здесь лазер, приемник и так далее. Ну, и, соответственно, в стандартной виброзащите получили атомное разрешение на граффити. Все как надо. Теперь вот смотрите, вопросы. Вот типичные вибрации пола, но в этом здании у любых, это микронные. А нам нужно пикамет, 6 порядков, чтобы икна дрожала относительно образца. Как это достигается? Это достигается системой виброзащит. И, ну, не показано, обычно эта установка стоит на пневмоопорах. Дальше используются вот эти длинные пружины, которые гасят, вибрации низкочастотные. Потом резонанс с камерой в механическом должном присрочке порядка 50 кГц. В общем, целая такая кухня, которая позволяет, в общем, делать приборы, которые могут примерно то, что я вам предназначал. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ